ЧЕЛОВЕК И СТАЛИН Итак, где-то в далекой галактике, на планете Криптон, мега продвинутая цивилизация, успешно процветающая более 100 тысяч лет, довела свою планету до полного коллапса. И когда закончились ресурсы на поверхности, кучка старых маразматиков решила, что добывать полезные ископаемые из ядра планеты это отличная идея. И это одновременно с тем, когда они способны свободно летать не то, что на соседние планеты, но и в другие солнечные системы, и имеют технологию терраформирования планет, перестраивать их под свою среду обитания. Но что больше подтверждает отсутствие хоть какой-нибудь активности в их мозге, это то, что зная, что планета рано или поздно треснет по швам, за сотни лет не было подготовлено никакого плана эвакуации. Нет ни одной колонии на других планетах, или группы кораблей для размещения как можно большего количества криптонцев. Руководству тупо плевать, сидят на жопе ровно и в ус не дуют, что скоро всем хана. Умужайтесь, ребята! Не хуели в край. Ведущий ученый Криптона Джорел и отец будущего Супермена, также давно все знал, но решается предложить свой план спасения за несколько недель до гибели планеты, когда уже никого с нее не вывести. Все, кто остался здесь, уже мертвы. Надежда еще есть. Я держал эту надежду в своих руках. И вся его надежда сводится к тому, чтобы отправить своего новорожденного сына жить на нормальную планету и тем самым как бы обеспечить через него выживание своей расы. А все остальные жители Криптона... Они просто сдохнут. Да только бесполезную планерку прерывает мятежный генерал Зод, который устал от бездействия стариков и решил спасти криптонцев по-своему, став новым правителем. Присоединяйся. Помоги мне спасти нашу расу. Доходчиво и логично. Но недальновидный Эл посылает генерала. Я почитаю героя, которым ты когда-то был, но не чудовище, которым ты стал. Все правильно. Послал человека, который только что показал, что готов убивать всех несогласных. Плюс, когда с минуты на минуту нужно запускать в космос корабль сыном. Нет бы подыграть Зоду, решил выбрать расстрел. А сын пусть остается и погибает на планете. Где скоро не будет ни мороженого, ни интернета. И криптонцы уже не узнают, как приятно можно провести время с Кинопоиск HD. Где вас дожидаются вагоны киноконтента. На любой жанр, цвет и вкус. Помимо хитов прошлого, на Кинопоиск HD сейчас доступен новый 11 сезон сериала Бестыжие. Это заключительный сезон, который расскажет про изменения, с которыми столкнулось семейство Галлахер во время пандемии коронавируса. Сериал можно посмотреть только на Кинопоиск HD. Можно смотреть как в оригинале с субтитрами, так и на русском в озвучке Аликсфильм. Также просмотр фильмов и сериалов на Кинопоиск HD доступен по подписке Яндекс+. Помимо этого, подписка дает вам доступ к Яндекс.Музыке, скидкам и кэшбэкам в других сервисах Яндекса. Более того, вы сможете подключить к подписке плюс мульти еще троих человек, которые также смогут смотреть фильмы и слушать музыку. И получать все бонусы в других сервисах Яндекс. А если у вас нет подписки, оформляйте ее по моему личному промокоду по ссылке в описании. И вы получите первые 45 дней бесплатного просмотра на Кинопоиск HD. Но благодаря везению, его лишь берут в плен три дегенерата, которые в военном училище прогуливали занятия. И странно, что Эл считает Зода чудовищем. Криптону конец, действующему правительству на все плевать. И Зод единственный, кто решил попытаться спасти свой народ. В отличие от Элла, который башкой вообще перестал соображать. Крадет кодекс генетической информации о криптонцах, чтобы загрузить его в сына. Вместо того, чтобы отдать Зоду, чтобы тот создал криптонцев на другой планете. И все потому, что Элл хочет, чтобы дети рождались естественным путем со свободой выбора. Они искусственно заранее заготовлены для него судьбой. А раз без кодекса невозможно создание новых криптонцев, Элл просто взял и поставил крест на свою расу, которая существовала сотни тысяч лет, и погибнет после уничтожения планеты. Просто потому, что у него вчера родился ребенок не из пробирки. А туго соображающий Зод, который прекрасно знал, что ему понадобится кодекс, начал военный переворот не с изъятия так важного кодекса, который вообще никто не охранял, а с уничтожением малозначимых депутатов. Что там у нас? Сумасшедший. Как и родители Супермена, когда решили грудного ребенка отправить на чужую планету. А если корабль не доберется? Ну вот и лети с ним. Мало ли что случится в полете или при посадке. Вдруг он упадет на Камчатке и замерзнет. Вдруг его никто не найдет и он помрет от голода. До таких сумасшедших даже лечебница бы отказалась принимать. И за минуту до запуска врывается Зод, чтобы забрать кодекс. А батя как на духу вываливает то, о чем должен молчать. В нас родился ребенок. Первые естественные роды за многие века. И он будет свободен. Нахер ты это сделал. Что мешало сказать, что он уничтожил кодекс, чтобы Зод не стал его искать. Ну а если бы трезво мыслил, то дал бы кодекс Зоду. А сам бы с женой и сыном полетел бы на землю за новой жизнью. Самый тупизм в том, что кодекс на будущего Супермена вообще никак не будет влиять. И чтобы человек из стали стал сиротой, отец ученый после того, как отмудохал военного, не додумался его связать. Стал наблюдать за полетом сына, разинув варюшку. За что и получает от недобитыша пером в бок. А мать, когда мятеж Зода был подавлен, осталась на умирающей планете. Муж мертв, планета вот-вот взорвется. Ее здесь вообще ничего не должно держать. А стремление найти сына должно было вести ее на землю быстрее пули. Но нет, помираю здесь. А сынок пусть сам разбирается. Он же свободно рожденный, так что сам все разрулит. Ну а мятежников вместо того, чтобы расстрелять за первым поворотом, старые пердуны судят за несколько часов до уничтожения планеты. А наказание за глобальный мятеж и убийство членов совета, тюрьма по перестроению личности в течение 300 лет. Зачем? Или это прикол? Прикол дальше, когда тюрьма освобождает заключенных, сразу как только уничтожается Криптон. Слишком удобно как-то. Юный суперменчик тем временем добирается до земли. И приземлился не в центре мегаполиса на глазах у сотен свидетелей, а рядом с тихой фермой. На земле с родителями парню так же не повезло. Такие же шизофреники, как и с Криптона. Оставили себе пришельца, не боясь, что он может быть болен страшной болезнью, которая выкосит полнаселения земли. Еще и отдают учиться в обычную школу, зная, что Кларк чуть ли не с ума сходит от того, что не может контролировать свои открывшиеся способности. Ребенка, который может глазами пускать лазеры и одним щелчком убить человека, вообще не должны были выпускать из дома, пока он не станет взрослым. Нельзя, чтобы все узнали про твои способности. Но в школу ходим, где не избежать конфликтов со сверстниками. И в порыве злости можно всех их сжечь лазером. Именно так и поступают хорошие отцы. И походу Кевин Костнер согласился на роль, если только его персонажа завалят так же извращенно, как Рассела Кроу. Батя был настолько одержим сокрытием в тайне происхождения Кларка, что не позволил ему спасти себя, когда во время торнадо решил вернуться за собакой в машину. Да блин, у него же суперскорость. Кларк мог забрать отца и махнуть с ним в поле, чтобы их вообще никто не видел. Нет, лучше сдохнул, чтобы сын и жена одни остались. Да что с тобой, а? Я знаю, что с ним. Это слабоумие. И жаль, что твой папаша был эгоистичным пипером. И благодаря воспитанию чудаковатых родителей, Кларк сам вырастает с ебанцой. Имея все данные работать в полиции, спасателем или пожарным, где от него было бы больше толку, работает за гроши то рыбаком, то официантом в ресторане. И только от случая к случаю помогает людям. Но зато именно работа официантом дает Кларку сюжетную наводку. Похоже, что на Илсмире нашли что-то странное. Связисты летают туда всю неделю. Может, хватит болтать? И смекнув, что речь идет о чем-то неземном, то, что может раскрыть тайну, откуда он прилетел, Кларк срывается на поиски. И чтобы ему долго не пришлось искать нужное место, компания ООО «Ебаш Монтаж» устраивает его туда на работу. Ведь на секретный объект набирают даже официантов из ресторана. По-моему, это круто, нет? Хотя, если там позволили работать журналистки, чтобы началась паника во всем мире после статьи о инопланетном корабле, спрятанном во льдах уже 20 тысяч лет, это не так уж и удивительно. Той же ночью на расконсервирование корабля выбирается Кларк, которого палит Лойс и идет за ним, не сказав ни слова военным. Ведь появившийся только что туннель, который точно не создавали военные, это стопроцентный повод пойти туда одной. А она с яйцами. Или она просто дура. Да и почему военные не отреагировали на то, что возле наблюдаемого объекта неожиданно поднялась температура на пару тысяч градусов. И как это понимать? Всем б***ь. На корабле Кларк, малость пободавшись с охранником Григорием, успокаивает его, подключив к системе корабля чип. Также включается освещение и появляется проекция сознания Элла, которая предпочла не говорить сынам, а куда-то таинственно его вести. Да что за ебаный пафос? Кларк находит трупники криптонцев, которые по неизвестным причинам решили не колонизировать планету, а спокойно помереть. Хотя, если единственный способ посадки для инопланетян, тормоза придумал трус, от души сейчас пизданусь, то тогда понятно, почему здесь одни жмуры. А вот Лойс, добираясь до корабля, отморозила в тоннеле все мозги. Додумалась фотографировать со вспышкой инопланетного робота, не думая, что за этим может последовать агрессивная реакция. И только благодаря Кларку одаривается вторым днем рождения. Сильное кровотечение. И если я не прижгу рану... Ты испятил? Лазером, температура которого несколько тысяч градусов, ну да, отличная идея. На ужин сегодня подгорелое мясо. Ну а далее, по заветам Джека Воробья, Кларк реквизирует корабль. Реквизирую. Морской термин. Попутно выкидывая Лойс на льдине. В надежде, что ее найдут военные, до того, как она загнется от обморожения и внутреннего кровотечения. Как так можно? Что с тобой, Кларк? Да, просто пыхаю много. Лойс возвращается в редакцию писать статью, что инопланетяне на самом деле не зеленые яйцеголовые дистрофики, а подкачанные красавчики со стильными прическами. Я пришла к логическому заключению, что объекты его владелец были внеземной природы. И член у него весил не меньше его револьвера 45-го калибра. Кларк пока же общается с цифровой копией отца. Прямо интересно, как это установление контроля над популяцией сподвигло уничтожение десятки колоний, которые должны были развиваться независимо от Криптона. И ответив на все вопросы, Эл подгоняет отпрыску новый прикид. И Кларк идет юзать новую способность, которую почему-то не использовал раньше. Не поленился даже полмира облететь. Жаль, в Россию не залетел, где ему бы местные алкаши показали, как они улетают без всяких суперспособностей. А Лойс тем временем решила найти гуманоида-красавчика. Сходила к нескольким свидетелям, которые видели в действии его способности, и разузнала адрес, где он живет. Откуда ты прибыл? Что ты здесь делаешь? Я хочу рассказать твою историю. Фу, с тобой успокойся, расслабься. Благодаря тому, что Кларк спалил свое присутствие на Земле, случайно включив на инопланетном корабле маяк, Зод со своими опричниками прилетает по его душу. Долгое время ваш мир скрывал одного из моих сограждан. Я требую, чтобы вы отдали этого индивидуума в мое распоряжение. В противном случае обещает малоприятные последствия для всех землян. Мы вас потрохами сожрем и жопу подотрем вашей кожей. Смекнув, что дело пахнет не то, что керосином, а конкретно полной задницей, Кларк сразу же выходит из тени и встречается с военными, не отказав себе в удовольствии попантоваться своими летными навыками. Расправлять крылья и улетать! Я верю, что могу парить! После чего вместе отправляются на стрелку с криптонцами, зачем-то прихватив с собой Лойс. Видимо, чтобы при возможной битве она первая превратилась в фарш. И по мнению военных, на встречу с инопланетной расой, которая по-серьезному угрожала, нужно брать всего лишь несколько танков и пару десятков человек, которых разнесет один инопланетный залп. В армии США ошибки исключены. И так как кому-то скоро потребуется спасать Супермена, криптонцам не за хрен собачий вдруг понадобилось присутствие на корабле землянина. Генерал Зод приказывает этой женщине проследовать со мной. Но зачем? Отлично у нее заняться. А Лойс, конечно же, соглашается. Чего боятся от враждебно настроенных инопланетных военных. И только Кларк знакомится с Зодом, как генерал в мгновении ока из расчетливого главнокомандующего превращается в тупого болвана. Специально не надевает на Кларка шлем, чтобы он потерял сознание от криптонского воздуха. Чтобы вселиться в его голову и рассказать весь свой план по уничтожению землян и возрождение Криптона. Если Криптон будет жить, что станет с землей? Фундамент должен быть на чем-то построен. Неужели он искренне надеялся, что после того, как он покажет, что уничтожит землю, Кларк выдаст кодекс на блюдечке? Где сейчас кодекс? Что мешало предложить дружбу? Дать поближе познакомиться с брюнеткой? Угостить пивком? Да и вообще сказать. Калылыч, отдай кодекс, бро. И мы свалим отсюда искать другую планету для колонизации. Будешь к нам в гости на выходные мотаться. Да в криптонской баньке будем париться. Да и что так сразу уничтожать землю? Если у него есть машина для терраформирования абсолютно любой планеты. Почему нельзя создать Криптон на Марсе или Венере? Он еще даже пюрешку с котлеткой не попробовал, а уже решил уничтожить человечество. Преждевременно. И так как Кларк временно превратился в бесполезный овощ, наступает пора погеройствовать Лойс. И все по методичке. Криптонцы запирают ее в камере, предварительно не обыскав. В камере имеется местный USB порт. А появившееся сознание Джорелла берет на себя управление кораблем. И меняет состав атмосферы корабля, чтобы вернуть Кларку силы. Параллельно обычная журналистка с земли показывает, что она куда круче, чем криптонцы, специально созданные для войны. Также Джорелл рассказывает Лойс, как остановить Зода и отправляет ее на землю. Правда объявляется нежданчиком криптончиха и ломает челнок, что требует незамедлительного участия Кларка. От перегрузок и сгорания капсулы Лойс естественно не погибает. А Кларк избавляет родственников Лойс от необходимости хоронить ее в закрытом гробу. Еще и удачно приземляется рядом с домом матушки, где криптонцы в попытке найти кодекс пристают к беззащитной старушке. И Кларк со словами «За Лойс и маму всех размотаю» бросается метелить Зода. Вместо того, чтобы сломать его пополам или сжечь своим лазером, ломает им электростанцию, катает по полю и устраивает взрыв бензоколонки, в которой гибнут несколько человек. Хотя мог мутузить его в поле или закинуть в космос. Что сказать, весь в своих отцов пошел. А когда Зод дезориентирован земной атмосферой, Кларк вместо того, чтобы задушить его, начинает мериться членами. Мои родители учили меня владеть своими чувствами, Зод. Без этого шлема ты ничего не можешь. Че такой болтливый? Ну вот, друганы Зода на помощь подоспели. И нет бы сжечь лазером их корабль, красный плащ просто провожает их взглядом. Говорит, а ты мастер, наделись сам обоссался. Также в борьбу за номинацию «Долбоящеры года» вступают военные. Открывают огонь по инопланетянам прямо в жилом районе, где куча мирных жителей. Но пули криптонцев не берут. Зато бюджет США начинает сокращаться на крупные суммы. И снова Кларк, нет бы улететь с брюнеткой в поле и сражаться в нежилых районах, нарочно хреначит в город. Ну а криптонцы начинают не уступать в силе Супермену. Вот только если он получил силу от того, что всю жизнь впитывал энергию Солнца, то с какого перепуга эти, только что прилетевшие, в состоянии швыряться многотонными локомотивами? На криптоне что-то за ними такой силы не наблюдалось. Ну а военные набирают очки в новой номинации. Зная, что криптонцам крупнокалиберные пулеметы, как слону-дробинка, бросают на них десант с мелкашками. Ну что, верный способ стать пищей для голодных собак. Ну и когда весь десант разбросан по углам, как грязные носки, а полковник, расстреляя все патроны, посчитал, что пойти с ножичком на сверхбыструю неубиваемую бабу будет лучшим вариантом. Жаль, не успевает оценить в полной мере свою ошибку. А следом, когда в криптониху влетает ракета, у нее даже волосы не обгорают. Хотя без брони она обычный человек и должна была разлететься на мелкие ошметки. Получив легкую затрещину, овчарки Зода отступают, а люди признают Супермэне своего. Вот тот гандон в курсе дела. Этот парень нам не враг. Не враг-то не враг, но такого союзника все же лучше не иметь. Вместо того, чтобы покончить с кораблем криптонцев, чтобы они больше не ебали землянам мозги, летит бог знает, на сколько времени проверять, как там его мама. Видимо, забыл о планах Зода по стиранию человечества с лица земли. Или ты забыл, или ты не знал. Забыл. Ну а тем временем, ученый Зода из взятого образца крови Кларка узнает, где находится кодекс. Соединил с каждой клеткой своего сына. А сам Джорелл, интегрированный в систему корабля, слыша все это, до сих пор еще не взял управление кораблем и не додумался направить его на землю, чтобы он сгорел в атмосфере. Или разгерметизировать отсеки, чтобы всех этих баклажанов унесло в открытый космос. Имея такое преимущество, абсолютно ничего не сделал. А только смирно ждал, пока Зод сотрет его из памяти корабля. А дальше уже Зод косит под недалекого. Активирует Шайтан машину по изменению атмосферы. В то время, когда еще жив Супермен, который может в два счета с ней разделаться. А военные Тугодумы, убедившись, что криптонцы не ради бургеров прилетели, до сих пор не закидали их реактивными снарядами. Хотя к ракетному удару должны были готовиться сразу, как только Зод первые угрозы по телеку бросил. Ну а работающие в паре Шайтан машины изменяют планету с такой скоростью, что на это потребовалось бы лет 10, в течение которых их тысячу раз можно было бы уничтожить ядерным оружием. Неужели Зод настолько дурачок, что не пробил в интернете об оружии землян? Это долго. Интернету верить нельзя. Ну а что происходит дальше, нельзя назвать иными словами как... Пиздец эпических масштабов. Лойс передает военным план уничтожения Зода. Доставить корабль, на котором прилетел Кларк на землю, поближе к Шайтан машине, которая находится над Америкой, так как на них обоих установлен фантомный двигатель. Если мы заставим оба двигателя столкнуться друг с другом, может быть создана сингулярность. Типа черной дыры. Ладно Эллу простительно предложить такой настолько опасный и сложный план, вместо того, чтобы просто направить корабль Зода в атмосферу. У него крышак еще на Крипто не потек, но как военные согласились создать черную дыру над городом, которая может и не захлопнуться. Да за те несколько часов, пока звездолет доставляли до военного аэродрома, Кларк уже мог тысячу раз уничтожить главный корабль. Еще до того, как они начали изменять атмосферу. Да и сейчас может вмазать по ним своим лазером, но предпочитает страдать херней, пока гибнут тысячи людей. Ты вообще за какую планету воюешь? К тому же сам план подразумевает сброс двигателя прямо с самолета, который криптонцы могут сбить в два счета. Но самый маразм в том, что пока самолет летит сбрасывать двигатель на главную шайтан-машину, Супермен махнул в Индийский океан разносить вторую, хотя ему ничего не мешало попытаться уничтожить корабль в Америке. Блин, да он даже мог быстрее дотащить двигатель на своем горбу. Ну а здесь вообще превратился в беспомощную рухлядь. Летает на сверхзвуки и не может оторваться от медленных щупалец. Опять забывает про лазер и уничтожает корабль, протаранив собой словно пушечное ядро. И только чудом при этом не погибает. Азот, вник советом Кларка, начинает совладать с чувствами, привыкая к земной атмосфере. И когда план по терраформированию Земли накрылся, и у землян в арсенале еще до хрена оружие, берет звездолет за родышами криптонцев и летит на нем в город прямо в центр боя, чтобы уничтожить уже никому не нужный самолет, вместо того, чтобы приказать своим воинам уйти на орбиту, так как земля для них потеряна. И когда остается секунда до выстрела, в корабль влетает красный плащ. И нет бы убить Зода и спокойно посадить звездолет. Защитник землян сохраняет жизнь Зоду и уничтожает звездолет, чтобы он пристанулся прямо на жилые здания и угробил сотни, если не тысячи людей. Лете вовсю гремит свой оркестр маразма. Сверхбыстрая баба перед штурмом самолета, видимо, съела слишком мало гороха. И вся ее жопно-реактивная тяга заканчивается прямо перед полковником, который успевает ее не только на прощание подъебнуть, но и неторопливо направить самолет в шайтан-машину. Лойс перед самым столкновением выкидывается из самолета, где ее уже подцепляет синий пацан. Делаем счастливый ёбла. Ну и когда ты весь на нервах, только что предотвратил конец света, чуть не растворился в черной дыре и стоишь на костях сотен погибших по твоей вине людей, самое время подумать о подкате к девчонке. И это, когда прямо напротив него сидит все еще живой, озлобленный мастер геноцида планет, которого Кларк не обезвреживает в ту же секунду, а выслушивает все то, что у того накипело. А теперь у меня нет народа. Ой, да хватит ужины, ты ж взрослый мужик. Не, Кларка точно нужно метлами гнать с планеты. Зод уже начал пускать из глаз лазеры и режет насквозь здание, а этот просто на него смотрит и чего-то там думает. И вот по вине этого тормозилы рушится очередное здание и гибнут сотни людей. Так что не зря где-то там с разогретым до красна пуканом стоит Брюс Уэйн и охреневает от действий доброго пришельца. Ну вот, врубает лазеры, чтобы расплавить железную балку, но не использует его, чтобы зажарить Зода. Зато пускает в ход кулаки, что для генерала как мертвому при парке. Ну вот, наконец-то, после того, как полгорода разрушена, Кларк все же решает задушить Зода. А этот ебантяй, вместо того, чтобы взлететь и попытаться избавиться от Кларка, непонятно для чего пытается сжить группу людишек, которые не могут просто отпрыгнуть в сторону, что вынуждает Кларка сломать Зоду шею. Еще на что-то способен. И если у генерала так легко ломаются шейные позвонки, как после всех подобных ударов у него не сломалась ни одна кость. Ну а дальше все тип-топ. Человечество спасено, Криптон в истории, и чтобы всегда быть вместе со своей любимой, Кларк устраивается журналистом в крупнейшую редакцию страны, потому что опыт работы рыболовом и официантом в придорожной забегаловке как-никак подходит для журналистики. Все. Это конец. Но! Внимание! Вы, ребята, забыли об одной мелочи. Где пару дней пропадал Бэтмен и Чудо-женщина, пока криптонцы пытались захватить Землю. Лично мне было до чертиков страшно. Да, точно. Я так просто обоцелся. Я вас прошу, не надо насилия. Очень прошу, хватит терпеть. Я вас прошу, не надо насилия. Настолько прошу, что вынужден бить. Бьет, значит, любит, так все говорят. Сразочка эта в подкорке застегла. Продолжение следует...